Мы остановились на базах данных. Вчера у нас осталось два раздела. Секьюрити модель. Прежде чем начать рассказывать про секьюрити, стоит рассмотреть многоуровневую модель безопасности, которая применяется в AWS. Основанная на security-бест практиках, то есть многоуровневая система подхода. Что тут нужно понимать? Нужно понимать, что мы должны по секьюрити всегда быть up-to-date в нескольких направлениях. Это по идентити, по авторизации, ресурс контроль, какие ресурсы они могут контролировать, кому раздавать, какие перемешины. Также такой спектр сетевая безопасность, шифрование. по рекомендации по AWS использовать compliance framework. Есть для этого определенный набор compliance frameworks, которые AWS рекомендует использовать. Можно даже зайти на них посмотреть, почитать. вот они тут у них перечислены. Под compliance frameworks подразумевается набор инструкций, правил, которые регламентируют процессы внутри. То есть как стоит вести коммуникацию, как стоит управлять ресурсами. Есть у них определенный список compliance frameworks, но это больше всего относится к тем системам, которые должны брать определенные сертификации. Из спецификаций, которые регламентируют Personal Data Protection, Security Management Controls, Payment Card Industry, стандарт. То есть если кто-то работает в какой-то отрасли, то есть им необходимо, и у них есть требования по каким-то compliance требованиям, вот они работают в рамках вот этих вот compliance framework. Вот то, что мне нам рекомендуют это делать. Ну и применять best practice во всех случаях. В принципе это выглядит так, что если на физическом уровне у нас есть инстанс, есть security группы, которые регламентируют сетевую безопасность, доступ, сетевой доступ на вход, на выход. Security группа оттачивается на уровне инстанса. Все это размещается в private подсети. И уже Network ACL тоже это как бы следующий уровень безопасности сетевой. Мы уже тоже рекламентируем сетевой трафик, но оно как бы находится на уровне выше, на уровне подсети. Ну и последствием каких-либо коммуникационных виртуальных устройств это уже дело коммуницируется с внешним миром, будь то интернет-гейтвей, NAT, vpc-peeling, это между vpc, если мы установим connection, и virtual gateway. На данном этапе хотел бы узнать, все понимают разницу между интернет-гейтвейем и NAT? Что это такое, чем они отличаются? Нет, ну справедливо, я наразумеюще, NAT. NAT это такой протокол, даже не то что протокол, это подход, применяемый для сетевой трансляции адресов. Это когда у вас есть некая подсеть, у вас есть энное количество машин, энное количество каких-то рабочих станций, компьютеров, чего угодно. они имеют внутренние адреса, они имеют доступ во внешний мир, соответственно, они имеют внешний один IP-адрес, внешний IP-адрес, и посредством таблицы вот этой вот преобразования сетевых адресов ваш внутренний адрес транслируется, то есть ваш трафик идет из вашей внутренней машины, через внешний IP-адрес выходит в мир, когда приходит ответ из мира, у него есть таблица преобразования адресов, и узнает, что этот запрос должен попасть именно на эту машину, на эту машину, эту, или там, может быть, сотни, сотни тысяч. То есть вам не нужно иметь для каждой машины выделенный внешний IP-адрес, у вас внешний IP-адрес один. Это применяется, то есть если у вас есть вот private subnet, у вас есть офис, у вас есть private subnet, у вас есть там какой-то диапазон IP-адресов, в основном применяется она, во-первых, это работает как firewall, потому что снаружи никто не может попасть на вашу машину, потому что у вас есть внешний IP-адрес всего один, и этот IP-адрес шарится между вот этим диапазоном всех этих IP-адресов. Есть второй подход интернет-гейтвей, это когда вы полностью пробрасываете весь трафик в интернет, у вас внешний IP-адрес, и вы можете по внешнему IP-адресу попасть на какую-то, на какой-то инстанс, на какую-то рабочую инстанцию, машину. Интернет-гейтвей, он уже подключается к паблик-сетям, ну то есть в database, на 2 типа private subnet и public subnet. Ну то, что мы хотим скрыть, мы помещаем всю инфраструктуру, все наши базы данных, весь наш backend, мы помещаем в private subnet, никто не может из мира попасть на эти сервисы. А все, что должно смотреть в мир, там лот-балансеры какие-нибудь, какие-нибудь фронт-энды, ну, как правило, это лот-балансеры. Вот эти лот-балансеры, они смотрят в мир, у них через интернет-дейтвей они коммуницируют с миром, у них есть внешний IP-адрес, то есть они могут выйти в мир, отправить запросы, и оттуда, соответственно, вы можете попасть тоже извне, по прямому запросу, на IP-адрес вы можете попасть. То есть вот эта вот разница интернет-дейтвей на дейтвей. Виртуальные дейтвей, это для установления VPN-конечно. То есть внешний адрес для NAT1, да? А, вот, он как-то распределяет, куда попадать, имеется в виду на какой-то приватной там сети, точнее уже сам узел, но у него как бы он, возможно, по принципу какой-то лот-балансера может действовать, потому что как-то он определяет на какой именно. У него есть таблица, это когда какая-то внутренняя машина инициализирует запрос в мир, у него есть таблица преобразования сетевых адресов, есть MAC-адреса, это уникальные MAC-адреса, физические адреса машин. И он в соответствии с этой таблицей адресов он там ставит метку на пакет, пакет уходит в мир, потом, когда приходит ответ, он потом в соответствии с этой таблицей устанавливает получателя, кто должен получить этот пакет. Ну, подобные к этому лот-балансеры. Ну, как бы лот-балансер, он там балансирует запросы. Да, я понимаю, то есть имеется в виду, как бы сам принцип, они разные, но то есть, как он как бы куда отдает, на какие именно, с которыми держит связь, это он уже как-то, то есть, ну, можно такую налогию провести. Да, можно такую налогию провести. Ну, в основном, это как бы полезная вещь, потому что вам не нужно, да, если у вас предприятие, там у вас 4000, и у вас там сеть, там 4000 рабочих станций, там серверов там каких-то, и что вам надо 4000 IP-адресов? Нет, конечно, то есть у вас всего один IP-адрес, и что вам это достаточно, и, ну, я имею в виду внешний IP-адрес белый, и он выступает как firewall, то есть никто не может попасть, ну, там, просканировать порты, там, на вашей, каком-то там, инстанции, ну, и так далее. Может прямым запросом на него попасть. То есть, только как бы два сайта. Ну, а это мы просто сразу транслируем весь трафик, как бы мы просто взяли, подключились, подключились к интернету, у нас сразу белый адрес, полностью доступно, открыты для всего этого. Так, AWS Edited Access Management, основной сервис AWS, это глобальный сервис, у него нет регионов, он, как бы, абсолютно глобален. что мы там делаем. Мы можем определять в этом сервисе группы, можем определять IM-юзеров, можем делегировать права на этих юзеров, можем оттачить полиси. Вот тут пример полиси. Полиси в основном он состоит из набора экшенов. Мы указываем экшен. Это какие действия мы разрешаем, в соответствии с этой полиси, какие действия мы разрешаем применять по направлению какому-то ресурсу. То есть, мы можем нашу полиси разбить на несколько стейтов, и каждый стейт будет указывать, что вот у него есть экшены, там список экшенов, и он применим к такому-то ресурсу. Клод балансеру. У него есть такой список экшенов, он применим к клод фронту. И все это можно гибко настраивать. То есть, можно четко указать, не более, не менее, какие нужны ему доступа. Затачить эти полиси на группы, и из RAW помещать группы. То есть, тут ничего такого сложного нет. Эдобус принципов. Вот у них три типа принципов. Здесь вот есть у нас оптовый аккаунт. Когда мы регистрируем Эдобус аккаунт, у нас есть рут аккаунт. Это owner нашего аккаунта. У него есть доступ абсолютно на все. На консоль, API, поддержку, биллинг. Он доступ в биллинг у него. Рекомендуется в best practice не работать рутом. Чтобы вот вы один раз зашли, идем в рутом, создали админского, ну, не админского, какого-то юзера, допустим. Пусть это будет админ-юзер. Приоттачили ему нужные права, как правило, это админские права. И все. И пароль рута спрятали, это куда-нибудь там далеко, и больше вы заходите только в случае какой-либо надобности, там, если вам надо там. Если у вас нет доступа на этого админского юзера, вы утеряли, вы можете вот рутом аккаунтов зайти, там его там, злочий, паспорт поменять. То есть, работать рутом крайне не рекомендуется. Далее создаем юзеров, делегируем им нужные права, какие сервисы, куда мы должны, какие мы имеем права, что мы можем делать. Также есть доступ к кастомер-суппорт у обычного юзера. Можно сгенерировать свои API-ключи. API-ключи — это пара. Есть ключ и секрет. Мы генерируем эту пара и можем какие-то делать действия впоследствии на AWS онлайн интерфейс. То есть, чтобы не заходить руками в веб-консоль, что-то там не кликать. Если вы хотите что-то автоматизировать, что-то поставить на поток, какой-то процесс, мы генерируем API-ключи. Эти ключи привязываются к какому-то конкретному юзеру. И с помощью этих ключей мы можем какие-то осуществлять действия. То, что нам нужно. Это API-ключи также можно использовать, если мы пишем какой-то там скрипт, или пишем какую-то там на питоне, там что-то скриптовое, или на каком-то языке программирования. Мы тоже используем API-ключи и программируем какую-то последовательность действия. И по best practices, естественно, рекомендуется использовать Temporary Security Credentials. Третий тип принципа такой. Это когда мы делаем assume-роль. Есть такой механизм у них. Не буду сейчас на этом заострять внимание, чтобы не сильно путать. Но, так скажу в крайне, что есть такая возможность с одной роли сделать assume на третью роль. И у нас выдаются временные ключи, временная пара ключей. Она действительно некоторый период времени, который мы задаем там, пускай это будет там четыре часа. То есть, как правило, это делается на восемь часов. Там, допустим, если это предприятие, у нас настроенное ССО, оно как раз работает через role-assuming механизм. И, как правило, там эти ключи, временные ключи, они на восемь часов генерируются. То есть, мы делаем role-assuming, там выдаются временные ключи. То есть, мы этими ключами пользуемся для каких-то наших действий. То есть, по истечении потом этого времени ключи эти становятся неактуальны. Естественно, рекомендуется по best practice так делать, потому что, если даже ваши ключи каким-то образом были похищены, то у них есть ограниченный ССО действие. То есть, если кто-то похитил ваши вот эти вот permanent ключи, которые у вас сгибают, ну, соответственно, это как бы плохо, не очень хорошо, потому что вы об этом не узнаете, да, где-то будет происходить действие, пока это там, ну, где-то там оно исходит. То есть, если у вас temporary ключи, то эти ключи просто будут как какого-то срока активны, и потом они за это спарятся. Вот, кстати, кто-нибудь рекомендует по best practice, то есть, не использовать рутового юзера для ваших каждодневных задач, безопасно спрятать ваши user credentials, удалить, естественно, все вот эти программатики keys, это API keys, имеется в виду, удалить ваши все API ключи на рута, включить двухфакторную авторизацию на рут аккаунт. Ну, могу сказать, что я бы рекомендовал не только на рут аккаунт, а вообще на любой аккаунт включать рут аккаунт, оно бы не помешает. И, соответственно, да, поменять пароль, поменять пролюта на что-то сложное. Окей. Так. Идем дальше. Вот у нас AM role best practice. Используют Temporary Security Credentials для осуществления API-вызовов. То есть, если у нас есть какое-то приложение ранится на EC2 instance, то вот через Assuming Crawl механизм мы получаем наши временные ключи Temporary Security Credentials и делаем какие-то действия. на этом примере с Bucket. То есть, это даже не обязательно какой-то пользователь. То есть, это даже EC2 instance. Но могу забежать вперед. Даже на EC2 instance не обязательно делать Assuming Crawl можно на EC2 instance приаттачить профайл. и на этот профайл делегировать какие-то полномочи и тогда вообще все прозрачно происходит. Вам не нужно сумиться. Вам не нужны никакие credentials. У вас будет все прозрачно. И у вас нигде не будет экспозиться ваши ключи. Вот и так. Вперед. Key Management System вкратце это система управления вашими ключами. Можно использовать аппаратные ключи. Но, опять же, повторюсь, это актуально для Enterprise систем. Они работают в соответствии с какими-то compliance фреймборками и им необходимо использовать аппаратные ключи. Как правило, это обычные программные ключи. Мы можем использовать которые нам Amazon предоставляет набор ключей. Можем сгенерировать свой custom ключ. И этот ключ мы можем использовать для разных сервисов. Шифровать объекты на S3 bucket шифровать EBS Volume Trendshift Какие-то там использовать в аппликейшенах тоже свой ключ для шифрования данных для различных целей. можем использовать КМС ключей. Да, интегрируется вот с CloudTrail интегрируется. Можно даже посмотреть лог использования конкретного ключа того или иного. Web Application Firewall Web тоже естественно относится к одному аспекту безопасности к сетевому аспекту но это такой Firewall не сетевого уровня это Firewall Application То есть если Firewall сетевого уровня блокирует трафик на уровне TCP UDP и CMP то здесь это интеллектуальный Firewall он анализирует трафик из названия понятно для анализа Web трафика для защиты Web Application у нас есть правила мы определяем в этом наборе правил соответственно с какими критериями мы должны разрешать или площадь трафик можно там разные файлы можно поют для творчества использовать от банальных простых по какому-то хедеру делать анализ можно там вообще что-то там какие-то даже операции делать складывать вычитывать какие-то заголовки смотреть сколько запросов поступает в единицу времени с какого-то узла и на основании этого блокировать можно блокировать кстати по ip-адресам несмотря на то что это firewall application level тем не менее можно задать диапазон ip-адресов и по диапазону ip-адресов блокировать трафик как бы такой второй тоже level можно этот web application firewall интегрировать с load balancer application имеется ввиду конечно тут abbreviated ELB elastic load balancing как сервис непосредственно web application firewall он оттачивается на application load balancer можно CloudFront его тоже подключить CloudFront это CDN если помните Content Delivery Network здесь у нас какой-то есть сайт с статикой мы используем для этого CloudFront который будет нам эту статику отдавать и можем на него подключить какой-то написать набор правил для анализа трафика и можем подключить CloudFront метрики предоставляет для этого можно посмотреть викпест детализированно для анализа все там инструменты конфигурирует можно вручную через Amazon API как любой сервис да можно можно даже синхронизировать ваши правила через можно применить к нескольким аккаунтам даже есть такая возможность вы можете вместе эти правила описать вы можете синхронизировать эти правила на другие ваши аккаунты чтобы не повторить эти действия мануально пожалуйста так быстро прошелся мы в таком темпе идем у нас осталось немного вот тут security check сейчас пройдем security check от себя добавлю помогают очень даже для себя если что-то не поняли пройтись освежить уточнить что-то и понять суть того или иного вопроса так первый вопрос ну тут как бы понятно не сложно какой сервис позволяет администратору модифицировать создавать аэм доступа то есть какой сервис позволяет доправлять доступа в смысле да что тут в соответствии с амазоновской security моделью за что отвечает непосредственно клиент их первое да за все остальное отвечает их дабы они на этом акцентируют внимание чтобы у людей было понимание что что в зоне ответственность перед кастами что в зоне ответственность хамазон тут у нас два ответа тоже тоже за что первое за все остальное естественно кастом не отвечает ну ну точно так соответственно best practice что рекомендуется как можно лучше или даже очень рекомендован делать первое да мультипактор ну и вот да тоже в соответствии с теми же compliance framework best practice что рекомендуется какой рекомендуется использовать принцип при предоставлении прав тоже вроде бы первый да принцип принцип на наименьших привилегий во всех клаудных провайдеров оно повторяется что надо использовать принцип наименьших привилегий так все тут все правильно у нас могу добавить что у них еще есть AWS shield защита от DOS атак распределенных DOS атак то есть у них там есть умные анализаторы там даже можно отправить в техподдержку запрос если у вас впоследствии DOS атаки были какие-то потом всплески по автоскейлингу и вы понесли затраты можно подать запрос в техподдержку и вам эти затраты компенсируют не случится же DOS атака насколько я помню на уровне hardware должно быть какое-то оборудование типа такого то есть это как бы я понимаю что они делают просто анализ какой-то ну вот это они как бы заявляют что это полноценная защита это у них как сервис то есть если мы допустим даже это сервис за который платится то есть полноценная защита сервис то есть сервис использования и Amazon берет на себя свою ответственность соответствующее оборудование соответствующая у них своя программная часть которая это вкратце пробежаться сказать Amazon CloudWatch это у нас агрегатор логов и система алертов сбора метрик по использованию по сетевому по сетевой активности по использованию ресурсов можно настраивать алерты события триггеры на какие-то определенные по каким-то определенным критериям CloudFormation для написания темплейтов инфраструкция ас код есть такой подход мы по сути описываем подход для этого есть CloudFormation встроенный амазоновский сервис System Manager для оркестрирования EC2 инстансов скажем так и помимо этого у него есть разные разделы можно хранить параметры в SSM Manager можно управлять в одном месте установкой патчей можно написать какой-то батч можно его поставить в расписание и последовательность этих действий в виде этого батча будет выполняться на нашем количестве наших машин ставится агент System Manager агент на EC2 инстансе и осуществляется артестация через System Manager также можно подключаться по SSH не нужно SSH клиента никакого не нужно вам ключей то есть вам не нужно пробрасывать инвертом IP адреса какие-то бастион хосты подключать вы сразу заходите нажимаете Connect через System Manager он вас подключает сразу вам дает через суды вы получаете это такой аналог как в гугле они сразу в GCP они изначально реализовали возможность что можно подключаться к инстансу минуя все клиенты ключи довольно таки недавно они реализовали возможность подключаться к System Manager напрямую к инстансу это блогирующий сервис можно делать аудит что менялось по конфигурации того или иного сервиса кем аудит это смотреть активность по пользователю то есть что что делал пользователь в какой момент времени по отношению к ресурсу или вообще что происходит тоже логер активности того или иного сервиса пользователя аудит да аудит так ну по главу больше только что поговорили мониторинг сбор метрик отслеживание метрик мониторинг блок файлов установка алармов триггеров можно можно просматривать утилизацию по ресурсу по аппликейшену так можно отправлять notification какой то есть у нас триггер сработал мы отправляем notification сервис упал или загрузка высокая можно даже автоматизировать можно они не просто можно сразу отправлять сигнал чтобы она автоматически скелилась для других автоматизированных действий можно строить свои дашборды с графиками рисовать это все дело ну да use cases можно также по затратам ставить alert если мы превышаем какую то пороговую сумму по затратам мы тоже можем ставить какие то тревожные уведомления чтобы отреагировать cloudwatch alarms как это выглядит так так ну у нас есть AWS ресурсы которые поддерживают cloudwatch там не все есть пару моментов где мы не можем коллектить метрики тогда нужно предпринимать дополнительные действия там cloudwatch insights там ставить ну как правило все AWS ресурсы поддерживают cloudwatch могут слаг метрики мы эти метрики соответственно агрегируем и устраиваем и устраиваем на одной основе cloudwatch alarm устраиваем то есть при наступлении того или иного события через amazon simple modification сервис какие то email уведомления можно слать не только email уведомления там можно смски слать можно подключать какие то чаты группы через http и линку то есть мы сабсправимся на какую-то там нашу группу уведомления можно вставить туда как правило так и делается то есть не в чистом виде на email опять же из подхода best practice не рекомендуется все алерты направлять потому что они просто будут игнорироваться в течение времени если будет сыпаться очень много алертов ну там какое то время они будут просматриваться но потом как правило это бесполезный спам то есть на email мы должны слать только наши критиков алерты чтобы на это оперативно реагировать ну и все промежуточные должны слать через amazon sns в какую-то там группу ну и так же на авто скейлинг при наступлении какого-то события мы можем автоматически скейлиться скейлинг скейл скейл скейлиться как плюс добавлять ноды или убивать можно даже кастомные метрики какие-то обозначать не использовать не предыдущие определить ее мониторить для каких-то там экзотических случаев CloudTrail вот так оно выглядит этот аудит вот и показано да то есть кто делал что делал когда делал лагирует API вызовы также отслеживает изменения анализ безопасности можно производить тоже там через CloudTrail CloudFormation наша инфраструктура как код что это из себя представляет у нас есть скажем так некая сущность и она именуется стеком эта сущность у нас она у нас атомарная то есть если у нас стек он или запроверженился или не запроверженился у нас нет промежуточных результатов если стек у нас не проверженится у нас сделается ровбэк и все ресурсы которые были созданы удаляются то есть у нас такой подход к стек этот описывается двумя посредством двумя так сказать даже не то что там языков это не языки это у нас структуры да то есть у нас есть JSON структуры есть ямл структуры вот мы и посредством что нам удобно используем для описания структуры нашего JSON стека у него там есть свои внутренние команды есть там свой определенный формат порядок мы это дело формализируем указываем это в зависимости какие ресурсы от каких зависят что мы проверживаем и как единый стейк оно должно у нас как единый стейк он должен запроверживать наши наши ресурсы опять же говорю если что то на каком то этапе происходит ошибка делается ровбэк удаляются все ресурсы которые были созданы по крайней мере он пытается это делать ну еще такой важный момент могу сказать что вот эта инфраструктура инфраструктура как вот чем чем важен подход этот потому что у вас всегда есть задокументированное ваше ваше изменение и ваша инфраструктура в задокументированном то есть у вас нету такой ситуации что кто-то ну по крайней мере не должно что кто-то там пошел что-то руками наконфигурил забыл ушел человек его нет и вы не знаете что произошло что менялось вы должны там сами анализировать через там AWS Config CloudTrail что-то что происходило то есть при правильном использовании данного подхода вы все ваши изменения размещаете в вашем репозитории то есть вы модифицируете ваш шаблон template модифицируете коммитите в репозиторий ваш код и вы всегда видите по коммитам что менялось какие были изменения то есть вы осматриваете вашу инфраструктуру как вот и вы документируете все ваши изменения вот это вот два важных таких аспекта к которому подходят ну и третье как бы тоже немаловажно это автоматизация то есть вы автоматизируете ваши действия вам не нужно это делать руками на n-ом количестве на n-ом количестве аккаунтов на n-ом количестве инваймеров вы опять же минимизируете людские затраты и людские ресурсы то есть если вы используете подход ну да вот как раз следующая вы можете то есть вы создаете стейки в нескольких регионах из одного и того же темплейта то есть вы в одном месте описали вы сделали один темплейт и дальше вы просто в множестве регионах эту структуру восстанавливаете создание удалеков стеков происходит легко ну в теории легко на практике есть свои нюансы но как правило да вы документируете вашу инфраструктуру как документ и вы всегда отслеживаете что что менялось кем менялась управляете управляете вашей инфраструктурой как код используйте репозиторий будь то гид или AWS кодками это аналог аналог гитхаба гитлаба и AWS код комит сервис тоже есть так ну темплейты параметризируются то есть вы когда запускаете темплейт определенное количество параметров на входе подаете на него и с этими параметрами у вас запускается стейк на параметрах может быть что угодно это может быть какие-то имена ресурсов какие-то могут быть ну то есть от конкретного кейса зависит все как правило это может быть или какой-то домино имя там домино имя может быть название environment может быть здесь вы как параметр на шаблон передали шаблон его принял и вам запроверживали там какие-то там load balancer и там динамо db динамо db есть 3 bucket им нужно проверживать root 53 рекорды опять же на основании параметра который вы получили на вход 53 который будет смотреть на load balancer есть есть у них такой инструмент как cloud formation дизайнер можно графически потягать какие-то ресурсы тянешь и установишь connections это могу сказать что годится для начального этапа но в дальнейшем вам все равно придется идти в темплейт и какие-то там свойства модифицировать вручную то есть далеко не все можно можно сделать визуально посмотреть что что вы создаете и какие между ними зависимости какой ресурс зависит все не более в дальнейшем все равно надо идти в темплейт и править какие-то свойства атрибуты какие-то вещи все равно это не избежать AWS конфиг сервис для отслеживания AWS полностью ну как бы так активов AWS конфигурация отслеживание изменений то есть если происходит изменение кем-либо в какой-то роли чем-либо мы это отслеживаем через AWS конфиг у нас есть истории этих изменений мы можем всегда можем всегда вернуться откатиться к какому-то изменению или посмотреть как чем-то менял то есть тут здесь заложен принцип что инфраструктура скот и мы документируем нашу инфраструктуру это здесь как бы это подход такой но в любом случае в любом случае в любом случае вот у нас есть еще AWS конфиг мы всегда можем в случае чего посмотреть на какие-либо изменения это бывает важно потому что если что-то менялось важно чтобы отследить сделать вид почему изменилось для того шутинга полезно можно использовать как сервис сервис дискавери AWS конфиг сервис дискавери если происходит какое-то прогрежение какого-то сервиса сервис дискавери это обнаруживает эти вещи и ведет какие-то там допустим осуществляет запланированные действия то есть если поднимается EC2 instance мы должны его увидеть сервис дискавери если у нас поднялся на EC2 instance даже сервис пускай это будет бэкендовый сервис мы через сервис дискавери можем этот бэкендовый сервис поместить в какой-то конфиг чтобы даже об этом допустим фронтенд об этом знал мы через сервис дискавери можем этот новый созданный сервис добавить в наш конфиг тут оно менее актуально потому что на AWS такой подход не используется это более актуально в системах которые не основаны используем что-то у себя локально и мы должны через сервис discovery обнаружить сервис и добавить некие изменения в конфиг для этого он используется здесь это уже на последнем месте потому они вынесли что это не совсем актуально на первом месте ауди и анализ по безопасности не просто так спектра это по поиск уязвимостей для мониторинга цепи утилизации если ресурсов повторюсь что он не только логи сыграет в ученый мониторит метрики по разным сервисам не обязательно институт что что она динамо дб рдс вот баланс ну аудит такой кейс да иногда встречается что надо сделать аудит и посмотреть кто выполнял те или иные действия делится на две части основная часть для аудита вот и клау трейлокс мы можем уже детально анализировать с собитыми твою ну и основные задачи чтобы менеджить нашу инфраструктуру как код все правильно есть такой сервис как Elastic Beanstalk Elastic Beanstalk один из первых сервисов ранних до того как еще был ECS, до того как докеры был такой Elastic Beanstalk в свое время был Application Server поднимался Application Server и мы могли туда задеплоить какую-либо джава джава аппликацию ну со временем он немножко модернизировался вырос, то есть стал поддерживать большее количество языков так сказать, платформ даже сейчас там уже деплоить Net Application, Node.js, PHP, Python можно даже кастомные Docker контейнеры через Elastic Beanstalk деплоить такой себе аналог ECS я бы сказал хотя он там под капотом и использует ECS то есть мы можем собрать свой Docker контейнер и можем через вот этот Elastic Beanstalk его задеплоить в свою очередь Elastic Beanstalk поднимет ECS кластер задеплоит туда этот контейнер то есть зависит от каждого кейса отдельно то есть где это уместно, где это неуместно то есть где это overhead возможно даже будет возможно даже в некоторых случаях будет более разумно самому поднять ECS кластер минует эти вот Elastic Beanstalk но тем не менее такое решение есть но оно у них достаточно давно это одно из таких тоже ранних первых сервисов которые они предоставляли ну да, он управляет load balancing но это тем же самым управляет и ECS это на уровне ECS осуществляется load balancing scaling application cross monitoring capacity provisioning ну да, тут мы только что указываем необходимый наш объем ну опять же, да, этим тоже всем заведует ECS указываем объем, который нам необходим по CPU и provisioning ну да, его можно использовать как и для Docker контейнеров а можно в чистом виде java java какой-то там собранный там пакет варник можно задеплоить в application и у нас он будет тот же самый там или tolcat или glassfish просто поднятый и мы не будем его обменить то есть мы будем использовать его как платформа как сервис так ну тут total cost ownership cost optimization NBS последний модуль cloud value framework у них такое понятие есть тут у нас приводятся примеры от некоторых компаний там компания Sage Expedia их конкретные кейсы вот они разбирают что они от этого выиграли при переходе на NBS то есть в этих своем случае то есть уменьшение уменьшение затрат на 50% эффективное управление то есть вы концентрируетесь на задачах в основном и вам не нужно концентрироваться на инфраструктуре за счет этого у вас у вас у вас у вас меньше даунтаймов меньше количества они меньше продолжительности при переходе вы 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 можете свою свою загрузку свою загрузку разгружать по нескольким регионам потому что Expedia на фирм вы в регионах В целом, ваша система, вот все работает, все хорошо. Ну да, бизнес agility. Вы быстрее деплоите новые фичи, быстрее ведете разработку приложений, уменьшаете количество ошибок. То есть запуск вашего продукта стартует, как заявляет Unilever. То есть вы как раз концентрируетесь на бизнес agility, опять же, потому что у вас отсутствуют затраты людских человека-часов на configuration management, на поддержку инфраструктуры. Вы только концентрируетесь на написании кода и добавлении новых бизнес-спитч. Тут уже, да, total cost of machine, как обычно кастомеры это видят, да. То, что они там, допустим, когда принимают решение перейти в Amazon, что они видят и что оно является на самом деле. То есть, ну тут они добавили, что оно является на самом деле. То есть, помимо затрат на хардварную часть, на салфарную часть, когда вы покупаете лицензии, когда вы покупаете тоже железо, там, сервер, эти рейки, свечи, все-все. У вас еще к этому добавляется overhead. Вы там платите, там, за электроэнергию, там, охлаждение, да. Все-все-все эти вещи появляются overhead. Просто они это подчеркивают. Вот он премис, когда у вас он премис, он он location, да, просто добавляется хотя бы расход. Окей, так. Ну, не говоря уже, да, там, о каких-то там заключениях контрактов, да, вам нужно проводить тренинг. Есть у них для подсчета затрат, у них есть Cost Explorer. Вот такая утилита. Можно зайти в Cost Explorer, посмотреть, посмотреть затраты. Ну, так точно сделаем. Все, ну, плохо видно. Можно посмотреть затраты, помесячно, там, по дням посмотреть затраты, разбить, там, по каким сервисам, сколько там денег, чего сделаем. Рекомендуется также, highly recommended, использовать теги, тегировать наши ресурсы, чтобы идентифицировать более точно, да, чтобы можно было потом по этим тегам строить тот же Cost Explorer. То есть, как правило, все ресурсы очень рекомендуется, которые вы создаете, помещать тегами. Тегами это просто key value, я знаю, какое-то там значение, то есть есть ключ, есть значение. Тут может быть name, тут может быть, там, какой-то идентификатор, тут может быть id, тут что-то еще, тут может быть, там, environment, тут сам environment. Ну, то есть надо как-то тегать, чтобы потом эти ресурсы различать в нашем Cost Explorer и понимать даже по тем же environment, там, там, dev, stage, сколько там, какие затраты несет. Есть у них калькулятор, даже при переезде в AWS, у них тут есть, там, бесплатный калькулятор, а можно там перейти там по ринке, по-моему, по вот этой по ринке, на секрете. Есть у них калькулятор, можно какой-то выбрать сервис, примерно там посчитать, сколько это будет стоить в месяц. Можно выбрать регион, добавлю от себя, что стоимость по регионам разная, не во всех регионах одинаковая стоимость. Самый дорогой у них в свое время был этот Франкфурт, потом у них Ирландия, дорогие регионы, подешевле это, вот, там, Северная Вирджиния, Орегон, Орегон был у них самый дешевый. То есть в разных регионах у них разная стоимость, ты выбираешь регион, выбираешь сервис, и тебе, там, примерно, ты должен понимать, если тебе надо составить какой-то отчет, или, там, спрогнозировать, там, при переезде в Амазон, бывают такие, ну, иногда задачи, что вам надо составить, там, таблицу, там, по расходам, по ожидаемым запланированным затратам. Вот, для этого можно использовать этот вот калькулятор, чтобы именно понимать, какие заплаты, по каким ресурсам. Так, ну, все, тут дальше по Амазон Партнершип Нетворк, документы. Хотите, я могу вам эти презентажки скинуть, почитайте, посмотрите, пройдетесь по линкам. Северная Вирджиния? Сертификация, как они происходят, вот у них базовый уровень, это Cloud Practitioner, потом уровень Solution Associate, то есть это Solution Architect, Developer. Потом следующий уровень, это вот уже Processional, тоже Solution Architect, DevOps, ну, и потом как уровень Эксперта. Можно, наверное, ко всем этим сертификациям подготовиться. Ну, естественно, да, сдача сертификата, там, стоит денег. А Practitioner можно пропустить, по-моему, да? Или сразу от США это создавать? Да, да, нужно. Ну, что сразу на США, ну, я бы, наверное, рекомендовал степ-бай-степ. Ну, в принципе, вот, интересен вот этот вот курс, вот этот вот интересен, как помню, да? Practitioner, как бы, тоже, да, он довольно полезен. Вот это мы сейчас тоже проходим по Practitioner, вот эти презентажки. Вот, я как раз их вот, по ним прошелся, у нас были семинары, и нам как раз вот ЭКДАБС, по вот этим презентациям, нас готовили по Practitioner. Окей, да, мы сегодня вообще так уложились, четко. Ну, что, тогда, у меня есть какие-то вопросы? Что-то можем сейчас сразу отсудить. А есть запись вчерашняя, Левский? Да, есть запись, есть запись эта, я вам выложу сегодня. Ну, следующее там будет у нас, там, завтра, да, будет у нас там практическая, там, позанимаемся там, посоздаем эти VPC-шки, там, сети создаем. Я не знаю, вы практически таким занимались, или вы сразу поднимали EC2Instance, и, в принципе, не углублялись в сетевую подсистему, как это все там у них конфигурится, как это все там, сети создаются, разделяются на сети. Было у вас такое? Хотел бы для себя понимать. Мы сразу поднимали. То есть, вы сразу в дефолтной, да, там, VPC-шки, там, подняли институтом, поигрались. Да. Ну, то есть, тогда будет полезно, полезно понять, то есть, как оно там делится на подсети, как VPC там создаются, то есть, какие у них есть там атрибуты, как это можно в мире пробрасывать, тот же, опять же, NAT, и интернет-гейт, в чем их различие, security-крупы, ECL, то есть, ну, здесь много всяких нюансов, аспектов, которые нужно уделить внимание. Окей, тогда. Все, и всем спасибо тогда за внимание. Увидимся завтра. Всем пока тогда. Спасибо вам. Всем до завтра. Спасибо.